Девушки отдыхают Я за 20 лет первый раз вижу такую прястную шуму А вы с Добровинским ведь были знакомы, да? Мне говорят, что вы чуть ли не его ученик там и... Учеником бываешь? Выдающийся адвоката, юриста Это я гениально ответил Учеником надо быть профессиональным, грамотным, юристом, адвокатом Слушайте, пожалуйста Добрый вечер У нас в гостях сегодня гость уникальный, очень редкий Это фактически первое интервью в студии Самого известного на сегодняшний день в стране адвоката Пашаев Здравствуйте Добрый вечер еще раз Сразу вопрос, который уже вам задавали И я уже его до начала эфира пытался задать Кто все-таки вам порекомендовал Или кто Михаилу порекомендовал вас С чьей стороны исходил? Доверителя или юриста? Вы знаете, когда ДТП случилось Я прилетел в Ростов, в первые час ночи Самолеты выхожу Меня до утра уговаривали, чтобы я вернулся обратно Надо его защищать Это очень серьезные люди К сожалению, не могу называть Это из мира политики люди? Пожалуйста, не будем уточнять Ну хотя бы примерно Нет, это, к сожалению, не смогу Эти люди знают результат моей работы Они почему долго меня уговаривали? Почему? Они знают результат моей работы Почему вас долго пришлось уговаривать? Почему вы не согласились? Я не люблю Есть громкие дела, сложные дела В которых работаешь без журналистов Есть дела из себя практически Ничего не представляют Не сложные дела Я понимал, что будет крайне резонансно Журналисты работать не дадут мне Вам не дают работать журналисты? Не дают работать, поверьте В чем помеха с нашей стороны? Нет, я с большим уважением отношусь Работа журналисты Им же нужна информация 24 часа в сутки Если я телефон не отключаю Днем и ночью звонят, интересуются А мне работать надо У меня же не только Ефремова Не только журналиста Да, у вас 150-170 дел в год Получается, что у вас Время-то на каждого доверителя Совсем немного А я же как хирург Знаете, я же не психолог Чтобы их успокаивал Постоянно проводил мероприятия Я как хирург Пришел, оперировал И жду выздоровления пациента Все, до свидания Поехал дальше Ваше условно говоря Условно В этом деле оппонент То есть адвокат потерпевших Господин Добровинский Сказал, что он берется только за те дела Когда он уверен в выигрыше У вас такая же позиция? Вы беретесь только за те дела Когда вы знаете Как вы будете выигрывать И проигрыш не допускаете? Ну, само собой, конечно Любой нормальный человек Я про Добровинского не хочу говорить Ничего, знаете Сколько я знаю Потому что он по уголовным делам Он не занимался, можно сказать Может быть, в других делах Он профессионал Абсолютно это И не сомневаюсь Он как раз профессионал По общению с журналистами Я вам могу сказать В качестве журналиста Мне до него дожить и дожить Я этого Это я в сравнении По поводу общения с журналистами Я ноль Ну, не надо так скромно Я вам честно говорю Так, хорошо Вы берете за дела Когда вы не уверены Нет Не берете Нет, конечно Значит, и в данном случае С Михаилом Олеговичем Ефремовым Вы уверены В благоприятном исходе Для вашего доверителя Я несколько аналогичных дел По нескольким делам Я и прекращал Я освобождал из-под стража И получал хороший результат Что вы называете аналогичным делом? Со смертельным исходом В состоянии алкогольного опьянения Это же не первая практика Не первая работа Завтра заседание Оно состоится? Это апелляция Апелляционная жалоба То есть не завтра в понедельник Не завтра, а послезавтра Послезавтра 17-го Да А Михаил Олегович будет в зале сюда? Скорее всего, да Если состояние позволить Но, скорее всего, да Где он сейчас? Дома Дома уже, не в больнице? Нет, вчера выписали Вы с ним каждый день созваниваетесь? Да, конечно А вот здесь какой-то такой Непонятный для меня нюанс Вроде бы, с одной стороны Ему запрещено пользоваться телефоном Или вы звоните ему на городской номер С адвокатом без ограничения во времени А, то есть у него, значит, фактически у него мобильный телефон включен? У него мобильный телефон включен Он имеет права с кем угодно общаться Кроме свидетелей Которые проходят в рамках уголовного дела Я не могу сказать, что я близко знаю Мишу Но я знаю его очень-очень давно Вы можете сейчас просто набрать ему и передать от меня привет? Или это нарушением является? Почему нарушением? Я просто могу позвонить ему Что я вечером буду у тебя Мы пообщаемся, поговорим Вот, вот это было бы здорово Просто я как будто бы пообщаюсь Нет, я понимаю, что вы к чему клоните Потом что будете из этого делать? Не вы, а другие журналисты Да, что будем делать? Я ни к чему не клоню Я просто, просто я Мишу видел последний раз год назад Он был у меня в эфире И реально за него переживаю Поэтому если просто... Я знаю Я же не просто к вам приехал Поэтому мне просто будет приятно Если вы передадите привет И не знаю, будет ли у него возможность посмотреть эфир Но привет передайте потом Посмотрит Бедный журналист Это журналист Сколько даже журналистов Только его достали Даже, наверное, он чувствует что-то не то Слушай, сейчас не подходи Шучу Нет, нет, он сразу отвечает Видно Вас приветствуют Ну, сейчас перезвонит Видно, телефон не рядом Хорошо Или, может быть, где-то Оставлю уже Это понятно Вы как актера своего доверителя Условно говоря Оценивали Ну, то есть, вы до того, как к вам обратились Просьба его представлять Вы знали его как актера? Само собой, конечно Почему? Ну, мало ли, может, это вообще Нет, нет Я его знал как талантливого актера И я с ним неоднократно пересекался А, то есть, вы были знакомы Ну, привет пока Не то, что мы были друзьями Просто знакомы Были знакомы Ну, пересекались в каких-то компаниях Или на каких-то мероприятиях Ну, да, в мероприятиях Там где-то там Были в ресторане Чисто случайно Бывали случаи А вот в вашем решении Все-таки взяться за это дело Сыграла роль в том числе И оценка его профессиональная Или нет? Нет Нет То есть, только давление Условно говоря Общих знакомых Которые вас уговаривали Вы как-то перечисляли список людей Которых вы не взялись бы защищать И, ну, кроме стандартного набора Что это торговцы наркотиками Педофилы Там еще прозвучало Что вы не стали бы защищать человека Который обидел беременную женщину Любое преступление Вы знаете, у меня принцип В отношении беременных женщин Детей, стариков наших Любое преступление Не имеет значения Для меня это свято Ну, в общем Мне казалось, что адвокат Вот Анатолий Кучерен Ваш коллега Известный адвокат Он грамотный Да, я знаю Он говорит, что нет такого человека Которого он не взял себе представлять Потому что... Он прав Профессионально он прав Так, хорошо Значит, вы тогда не правы, получается Я в этом не прав, конечно Еще раз объясняю Я в детстве стал сиротой Погибла вся моя семья Для меня есть ценность Моральная ценность Я-то знаю эту историю Но мне хотелось, чтобы вы для зрителей Немножко подробнее рассказали Именно По аналогичным преступлениям За рулем КамАЗа Пьяный водитель выехал на встречку Погибло в 6 человек Маме было 39 Папе 46 Одному брату 18 лет Другому брату 5 лет Племянник ровно год Годик ему был И дядина жена Ровно месяц была замужем У меня ей 20 с чем-то было Они все были в одной машине В одной машине, автомобиль Все погибли Все моя семья и родственник погибли И вот когда мне говорят Они думают, что я издеваюсь Над потерпевшим нынешним По Ефремову Я сам знаю, кто такой потерпевший Когда мои родственники Кто-то был министром в тот период Кто-то Именно даже прокурор того субъекта Где погибла вся моя семья Папин двоюродный был прокурором Они когда узнали, что у него двое малолетних детей Они дали команду, чтобы не закрывали Не трогали его Ну, пьяный водитель Но это же неумышленно убил А здесь что видим? Неполноценная семья Никто в больнице Я уже говорил Человек тела еще Труп не остыл По телеканалам бегает Собирают деньги Но Когда он в больницу попадает Звонят им Никто не приезжает в больницу И когда в больницу попал И когда он погиб Никто не приезжал Кроме Ирины Которая бегает И к ней тоже было вопрос Ирина это Сожительница Ну, спутница Так скажем Сожительница А я ей тоже ответил В суде Знаете, конечно Я отбил все ее доводы Чтобы ее признали потерпевшей Она рассказывает Как ее безумно любила Как они друг друга любили Я говорю А что за 23 года Его не прописали к себе? Ну, получил бы Московскую пенсию Это достаточно? Не знаю Семейная история Почему до сих пор Он формально был Он 23 года назад Ушел от Маргариты А почему она Это В брак нельзя включили? Если мы про семью говорим А как у вас складывается Отношения С родственниками Михаила Олеговича? Ну, я, знаете Только знаю Никиту Старшего сына Он очень хороший парень Это в самом деле Так Соня Это жена Это единический поклон Это тыл Сегодняшний день Тыл Михаила А так Вы проехались достаточно По дочери Миши сказали Что я как кавказский мужчина Слово лесбиянка Не признаю Я не перевариваю Не то что Я же это Ну, вы же адвокат Ну, какое значение имеет? Ну, я же У меня еще моральная ценность есть Корни никуда не денешь Как могут быть у адвоката Моральные ценности? Вот в этом и проблема большая У меня Я за это очень сильно страдаю Да, вы, кстати, пострадали Вы же даже, по-моему, с вашим каким-то коллегой Подрались как-то Да Нет, с оппонентом С оппонентом Ну, не подрался Не рассчитывал свои силы Вот так скажем И как раз к чему я говорю Как раз по этому делу Вот настолько применили Грязные методы Во вторник у Малахова Будет Ольга Лейбман Которая оказывала Определенные услуги в гостинице Платные услуги мужчинам Ну да, я понимаю И вторник они же Вот она со своим сожителем Обманули мою доверительницу На 250 тысяч долларов Во вторник она на всю страну Будет рассказывать Боже мой, бедная, несчастная Какой я сволочь Вот как раз Я за них Я сел в тюрьму Двадцать половину месяца Я сидел Наверное, знаете Да, читал Значит, не во вторник А давайте вернемся Опять снова к понедельнику К заседанию У вас какой-то козырь Припрятан Вы чем-то удивите Вы знаете, что удивительно Пожизненникам положено Кто отбывает пожизненное лишнее свобод Маказание Им положена прогулка Так Михаил Ефримов Неумышленное преступление Час прогулка просили На один час В изолятор намного лучше Комфортно Он даже меня иногда подкалывает Говорит По шею, говорит Если я в изоляторе был Хотя бы я выходил бы на улицу Дышал бы чистым воздухом Каждый день Этого не дает За что? На кого работать Это определенный чиновник Одно дело прогулка в изоляторе Когда там нас выводят В маленький дворик Где мы под присмотром Круги нарезаем А другое дело Человек находится в Москве И он будет по скверу Давайте вас повеселю У Михаила браслет У него с одной стороны Три сотрудника С утра до вечера Сидят в машине Его караулит И с другой стороны Три сотрудника С утра до вечера Караулит Ну на гражданке А не просто Он с первого дня Готов был понести наказание Он ничего не боится Зачем ему бежать Он же прекрасно понимает Сколько бы ни дали ему Даже если Шесть лет дадут Я сам Вариант говорю Одна третья Это принудительная работа Через два года Он уйдет На принудительную работу Смысл какой За два года Я в худших Говорю Я не говорю По поводу моей работы Что может быть Зачем человеку Куда-то бежать Я знаю За что Я его зауважаю Я уверен Вы знаете Его за что Его мужественность Вы знаете Когда я начал изучать Узнавать Что он развелся С бывшим женом Жел когда До тюрьмы До последнего момента Пока его закрыли Он всем ежемесячно Материально помогал Кому-то квартиру покупал Люди своей законной жене Этого не делают Своим детям Этого не делают Это его качество Я когда видел Что почему я так серьезно Потом взялся за него Это человек настолько порядочный Это не тот Михаил Который видит По телеканалам Я не знаю Где-то встречается Это другой человек Соня Это супруга Это Это настолько она верующий человек Она настолько порядочная У меня нет слов Я же защитник Я же обязан Защищать эту семью Люди Они не понимают Но именно Тот аспект Что Профессиональный Для Вашего Доверителя Для Михаила Что он является актером Очень многих Людей Поталкивает К разным выводам Допустим Когда его увезли В больницу Говорили Что он сыграл Вот этот приступ У него в результате Был инсульт Знаете Бог этим людям судя Это Другое дело Эти люди Потеряли честь Совесть И мораль Я по другому Ничего не скажу Я когда увидел Михаила Как овощ Привезли Я же позже приехал Я в суде задержался Уже его привезли У меня видео есть Я могу сейчас Показать его лицо Я его когда увидел Когда я видел Секретарь Сюда стоит рядом Командует Врачи мне говорят Знаете Его надо немедленно Госпитализировать У него ситуации Никакая Он непонятно Уже в каком состоянии был Я начинаю на видео снимать Только Я сказал Ладно Я вас вылечу Что вы себе позволяете Человек умирает Вы еще с кем-то согласовываете Его везти в больницу Когда я начал снимать на видео Только после этого Разрешили его в больницу везти Я не знал Это я говорю Я такого беспредела не видел Что секретарь Сюда находится У пристава в кабинете С кем-то разговаривает Решение принимает Что делать врачам Если врач принимает Решение Врач не должен согласовать Его можно увезти или нет Я был у председателя Суда Пресненского Я с ней на эту тему Разговаривал Я говорю Вы поймите Это дело политическое Неужели не понимает Я даже ей объяснял Я погасил Американских журналистов Европейских журналистов Украинских журналистов Они хотели из этого Делать Публику Шоу Что это заказ Путина А я им сказал Подождите А Путин ему наливал Что иди пей Некоторые говорят Что да Это глупость С каких пор Общественность влияет На наше законодательство С каких пор Есть принятые законы Я депутатам говорил Я говорю Вы критикуете Говорю Этого Ефремова Зачем вы ему дали Такие права Уголовный процессуальный кодекс Уголовный кодекс Кто применил Закон принимал Государственная дума Кто одобрил Совет Федерации Кто подписывал Президент России А зачем дали ему такие права Зачем создали Институт адвокатуры Насчет Путина Все конечно Очень в социальных сетях Обильно обсуждали Ваш рассказ о том Что на кухне У Михаила Это его портрет Висит Это его портрет Какой портрет Я же показывал Портрет Путина в кабинете Вы поймите Не для того Многие может думать Что он хочет Путиным прикрываться Чтобы ему меньше давали Это глупость Я ему сказал Вот стычки вы читали Рассказывали Это что такое Горельма Я актер Вот играет Педофил актер Он что педофил Актер убивает убийца Киллера А что он киллер Человек актер Мы что не забыли Что Есть два Ефремова Актер Ефремов Как личность Ефремов Я когда увидел Как личность Ефремова Это кто И я потом уже Очень жестко Серьезно взялся За эту семью За их защиту Я когда увидел Что за семья Что за люди А что за люди Крайне добросовестные Крайне порядочные люди Я даже порой шучу Я говорю Вы что Не Это сфера искусства Что-либо Я шучу Я же многих защищал Защищаю Ну там Конечно люди талантливые Но они другие У Михаила Знаете что Вот как в лоб Тебе нравится Не нравится Все в лоб А многие же Таких людей не любят С Соня То же самое У нас вообще С ней Первоначально Было очень плохое отношение Да Само собой Почему Само собой Потому что Я очень жестко по работе Что я никому Не позволяю вмешиваться Так Она за своего мужа Взялась так Она хотела Узнать все Есть вещи Я говорю нельзя Не могу говорить Делиться с вами Потому что я думал Она поделит С своей подругой Мало Но в этом я ошибся Я потом понял Что за семью Она Вы обращали внимание Да Когда цепленка Хотят Мыши Или что-то забрать Курица как нападает Вот когда Я это увидел Я засмеялся И понял Что Человек Реально Переживает Реально страдает Она как курица Она когда увидела Уже результат Моя работа Она сразу поняла Что Эльман Вам мешать не будем Ну а Ей-то вы Какие-то вещи Рассказываете Которые Почему-то Ссылаясь на Тайну следствия Категорически Отказываетесь Рассказывать С журналистом Допустим Насколько я понимаю По вашей версии По версии защиты В этот трагический вечер Миша ехал к матери Какого-то своего товарища Из Одессы По его просьбе Это правда Почему Вы скрываете Имя этого человека Он отказался Я очень сильно Рассказывался А тот Одессит Не Одессит Он наш Россия И вы знаете Меня очень сильно Расстроило Это Он отказался Пожалуйста Не надо назвать Это очень известная личность Значит Даже в суде Это не прозвучит Нет Значит Здесь Мы должны Поверить на слово Миша Что он ехал Это ваше право Я сам знаю все Верить Не верить А как вы можете Вы с этим человеком Который сейчас в Одессе Вы-то с ним Общались Конечно Я общался Лично разговаривал Сказал Ну сейчас Общественный резонанс Такой пожалуйста Не надо Я говорю Вы же друзья Он не просто так поехал Говорит Поймите меня правильно Я говорю А почему Михаила Никто не хочет понять У него трудные минуты Трудные дни Здесь нужны друзья Не то что когда за столом Ну человек отказался Я сам лично общался с ним И дважды Вам не кажется Что вы возможно Не самую лучшую услугу Оказали Михаилу Когда сказали Что вы писали текст В виде обращения Которое он зачитал Потому что люди Исходили с того Что вот человек Раскаялся Вот он Говорит Что нет уже Там Миша Ефремова Я понесу Наказание И вдруг выясняется Что он просто Как актер Зачитал По сценарию В этом мне нравится Работа журналистов Я сказал Я редактировал А То есть вы не писали Вы редактировали У меня вообще-то Не таланты такие вещи Писать Которые там есть Вы адвокат Адвокат У меня своя сцена Ну у меня не сцена Которую вы Ну актеры играют Я там Даже самое последнее место Не занимаю По таланту А Ну журналистам Что нам нужен Хайп Совершенно верно Это наша А когда я им говорю Что я редактировал Они говорят Вы же сказали Что вы написали Я говорю нет Я уже с иронией Я говорю Все я написал Я когда говорю Все я написал А Понятно И понеслось И все Я говорю Господа журналисты Говорю То есть из контекста Просто У меня нет Опыта Работа с журналистом У меня нет талантов Чтобы работать С журналистом Лично разляпнуть Нельзя У меня же ничего нет У меня я без тормозов Просто вообще-то Все что приходит в голову Я не люблю И кому-то нравится Что приходит в голову Я всегда говорю А это многим не нравится Я говорю Зачем ты это говорил Я же зато Я не буду переживать Что мучиться Зачем я врал Ну вот Буквально на днях Андрей Вадимович Макаревич Который Мишу любит И знает Просто написал у себя В социальной сети Что обоих адвокатов Имею ввиду И Пашаева И Добровинского Это вы ответите? Нет пока нет Не он Я специально что-то видел Надо лишить лицензии Вас огорчают вещи Что вы в глазах многих людей Значимых в обществе Репутационно теряете Отвечу С утра до вечера Что делать с Путиным? С утра до вечера Вот у нас какие уже Он для меня кумир Что вы понимали Так Вы видели Что Путин На кого-то реагирует Или обращает внимание Понятно Позиция достойна Уважения Ну я говорю Человек для меня кумир Это правда Я не являюсь членом Какой-то партии Да Или что-то хочу Или кому-то хочу нравиться Нет Есть Я сам спортсменом был Ну не дзюдо же нет Ну тоже боевое искусство Текланды И кикбоксик Знаете Я вижу результат Можно я вам один скажу Будете смеяться Есть определенные люди Сидят с утра до вечера Говорят А он с таким каким акцентом разговаривает Как он защищает Да Ответ Сталин очень плохо говорил Он не то что с акцентом говорил Говорил очень плохо Результат какой был Мировую державу уничтожил У врача хирурга не спрашивает Ты как говоришь И хирурга спрашивает Какой тебе результат дал Ну все-таки Здесь я с вами не соглашусь Для адвоката конечно Ораторское мастерство Умение говорить Это Ну знаете Плевака вообще только на этом строил Во время Плевака не было Настолько все развито Это тоже учитывается Интернета не было Допустим Интернета Столько все не было развито Раз Во-вторых Я очень легко обучаемый У меня очень Вы знаете Несколько высших образований Как здесь За границей учился Мне устранить все Максимум В 2-3 месяца Но я вам секрет не раскрою Мне это очень важно А жаль Вы вообще не раскрываете Нет Это мне очень важно Для меня Опять не важно Это нет Я у него Он сразу увидит фамилию Вы знаете Я одно время хотел это делать Я благодарен этому человеку Это очень высокопоставленный чиновник Действующий Да Это еще тогда был Я ему очень благодарен Но я еще раз говорю Не раскрою почему Это Это надо Вы поймите Я учился Я учился в азербайджанской школе На азербайджанском языке То есть я хочу уточнить Вы родились в Армении А я у бабушки родился А в Армении Понятно Я у бабушки родился Я не жил там в Армении У меня дед был там министром Потом в азербайджанском Министром чего? Сельского хозяйства Так Вот И потом Алиев забрал в Баку Деда А я просто у бабушки там родился На берегу озера Гюча Есть Вот на берегу озера Гюча Я родился Просто родился То есть по формальным признакам Вот А Я учился На национальной школе В азербайджане Русский язык выучил в армии А высшее образование Три высших образования Плюс медиацию Окончил в России И про заграницу уже молчим Это очень долгая история Все рассказывать До сих пор Мои учителя Которые в 89 году Окончили школу Шикикент есть В Азербайджане Я в деревне учился Отец нас в город не пустил Сказал что в городе дети портятся А в деревне будете расти До сих пор мои учителя Звонят меня поздравляют До сих пор мои преподаватели Я должен в Москве Им звонить Это я низкий поклон Каждому моему учителю Преподавателю Они мне звонят Поздравляют С праздником Что это значит Значит как-то я учился И не просто так учился Вы сказали что Михаил не будет пить Мне кажется что Я такого не говорил Нет не говорил Это вам переписали опять Он будет пить Но за руль садиться не будет А можно Вообще-то Я вам раскрою Давайте я все доказательства Когда Раскрою в суде Я еще раз один раз к вам приеду Поле подробно объясню Так Это когда 217 закроете Ну в смысле Когда дело будет уже Нет В суде 217 предварительное следствие Было закончено В суде Когда я предоставлю все доказательства Раскрой все что есть Так Они же с утра договорят На публику играют Увидите публику Я криминалист Я работаю фактом Я не позицией Это не гражданское дело Не семейное дело Это уголовное дело И здесь должно быть 100% Относимые Допустимые Прямые доказательства Не позиция Наверное чем-то я владею Нет Ваши коллеги все пока Они покоя не дают Вот я так живу Вот мне говорит Вот видите Пока Сколько пропущено звонков Пока я здесь с вами Вот почему я не хотел Есть определенная вещь Нельзя на публике работать Мы можем только Наша публика Это судебное разбирательство Или предварительное следствие Наша публика там Мы можем там все делать И вести заблуждение И выкручиваться И как знаете Вот невозможно же Рыбу за хвост поймать Мы так должны работать Но не на публику Но не перед камерой Но не с журналистами Я говорю Определенным людям Пять с плюсом Красавчик Белая зависть Белая Я не знаю что такое зависть Алло 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 Я в душе был Извините Ну я так и понял Да Вечером я у вас буду Где-то в 7 часов Я в определенном месте Вам огромный привет Приеду Скажу Спасибо Женьке тоже Приеду Спасибо Всего хорошего Спасибо 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 А то я начал уже беспокоиться Думаю Может быть не туда звонил Нет Вы знаете Я вам честно скажу Я не люблю обманывать Вы знаете Я отчасти понимаю Тех людей Которые Беспокоятся Что будет какой-то Приговор Ну условно говоря Неоправдательный Его наверное не может быть Но Почему так говорить Вы считаете что может быть Хорошо Ладно Юридически может быть Посмотрим какое решение будет Хорошо Как примерно рассуждают люди И я их понимаю Вот все помнят историю Ну не все многие помнят историю С Родзинским Который выехал на встречку Там убил девушку И он делал покаянное зрение Что все Я вообще Меня никогда больше никто не увидит Я жутко переживаю Раскаиваюсь Но я своими словами И через несколько лет Прошло И он снова в эфире сидит Он снова Как бы Все забыто Не хотят создавать Как бы ситуацию Когда скажут Что Этим Людям известным Людям с положением Со знакомствами Те которые могут позволить себе Такого адвоката Все сходит с рук А Другой человек На его месте Условно говоря Захаров Этот Ну жертв В данном деле Выпил бы И в кого-нибудь Въехал бы То его бы Упекли На полных 12 лет Это неправда Это неправда Вы знаете Давайте я вам одну вещь скажу Да Если Михаил Я вам искренне говорю Если Михаил Хотя бы Вспоминал бы Что было Вы неужели Понимаете Что я отказался От признания Вину Но я ему рекомендовал бы Это же является Отягчающим обстоятельством Когда Есть железные доводы Доказательства И человек не признает Вину Отягчайшие обстоятельства Семь Негчайшего Ничего не будет Ему дадут 7-8 лет Как миленький Миленькому даже Но Слышите Я как врач Изучаю все Я понимаю Вообще ничего Не соответствует Действительность Везде Со слов Со слов Со слов Ни одного доказательства Вопрос Михаил выезжает Сопровождает его машину Видеокамера Часть Камера куда-то делась Нет Сопровождение которой Везде Где Михаил живет Знаете Там везде камера ДТП До есть Мгновенный момент ДТП есть И после Но часть ДТП Это нет Везде Это напротив МИДа ФСОшник напичкали Везде со всеми Ничего нет А где это видео Почему не показывают Народу Неужели думаете Я сумасшедший Что если я увидел Бы такое видео Я сказал бы Михаил Нет Не будем признавать Свою вину Для этого Есть адвокат Он обязан Исследовать Обнаружить Выяснить Все Детально А потом Согласовать Свою позицию С своим Подзащитным Здесь провокации Нет Что вы понимали Здесь есть Определенный момент И я отвечу Потом я когда Изложу Всю свою позицию Ну тогда я Ничем не буду Отличаться Своего оппонента Процессуального Сначала Прихожу Журналистам Рассказываю Потом Иду в суд Ну должно быть Изюминка Но не изюминка Это в шутку Конечно Шучу Адвокат Защитник Не может Прийти На всю страну Работать на публику Я только про себя говорю Исключительно Доказательство Предоставить Журналистам Господа Вам не надо Быть грамотным Юристом Вы посмотрите Кого вводит Из машины С белой кроссовкой А Михаил Там сидит В черных туфлях Обе Вам что Доказательство Нужно для этого Ну просто Берите Посмотрите Видео Ютуб Вы забиваете Когда Михаил Сидит Какая у него Обувь И якобы Потом появилась Настолько Низкий Проба Фейк Низкий Проба А в этом Это настолько Низкий Проба Вы посмотрите На общение На голос Человека В ДТП Человек может Так спокойно Говорит Вы слушали Голос Который Предоставили Выложили В интернете Якобы Доказательство Они нашли В уголовном Деле Если 100% Не установили На его лицо Это никто Не скажет Это Михаил Если человек Говорит Я 99% Уверен Это Михаил А 1% Нет Это толкуется Пользу Михаила Чтобы это понимали То есть Ваша позиция Михаил Олегович Не был за рулем Это не трогаем Эту позицию Не трогаем Это не трогаем Это подождем Мало осталось Мало осталось Сколько осталось Когда был На эти недели Уже приступаем То есть На следующей неделе Будет уже Знаете Это позор Знаете почему Позор Кого Чего Именно я сейчас объясню Да Почему У Михаила В уголовном Процессуальном кодексе В уголовном кодексе Приоритет Я очень хочу Любая судебная Любые судьи Работали так быстро Оперативно Любой следователь Так работал быстро Оперативно Почему Если есть общественный резонанс Они быстро Быстро делают А если нет Общественный резонанс Люди годами В тюрьмах сидят Ну это понятно Почему Общественное мнение Давление А зачем тогда закон У нас же правовое государство Хорошо Но все равно По этой статье От 5 до 12 А кто отрицает Значит Какой Минимальный Может быть Тогда Срок 2,5 Сдавайте честно Я не буду гадать Хорошо А тогда Объясните мне Как юрист Вот он находится Под домашним арестом Вот это нахождение Сколько он уже находится 0,5 Идет 0,5 За зачет Как Домашний арест На 0,5 Если бы в изоляторе У него был бы Одинка полтора А здесь 0,5 Три раза меньше Его кстати Хороший товарищ Иван Хлобыстин На днях заявил Что на самом деле Ефремов хочет в изолятор Ну я же с ним Сам разговаривал С Хлобыстиным Ну конечно Вообще-то Он первый день Хотел в изолятор Зачем? Он сказал Мне морально будет Человек Настолько был пьян Он только картину Видит Случилось Он больше ничего Не знает Я говорю Я с ним Три дня Я с ним разговаривал Как будто Я не знаю С кем разговаривал Вот три дня Я не мог понять С кем я разговариваю Невозможно было Потому что человек Отходил Только потом Уже Дни Двадцать дней Где-то Я когда работал Я добывал Все Только после этого Уже Михаил Начал понимать Начал понимать Что? Что произошло? Или что? Что Которое я раскрою В судебном заседании Когда? Это будет В 18-е? Ну я думаю Мне же надо Сначала прокровская сторона Закончила Сейчас государственное обвинение Еще предоставляет доказательства Потом будет потерпевший А потом мы будем Вот тогда Когда наша очередь наступит Вот тогда мы будем То есть до сентября Какой сентябрь? Вы что? Я думаю быстро У нас есть два варианта Или быстро закончим Или долго Два варианта есть Среднего нет Здесь среднего нет Если определенный момент К сожалению не могу пока Хорошо Если долго То это когда? Это после Нового года? Если быстро Это так А если быстро То когда? До конца августа До конца августа Мы услышим тот или иной приговор Приговор не знаю Услышим Закончим точно Опять же Да Может быть Потому что Есть Которую буду я работать Когда я предоставлю На все Понадобится Суда у всех Время Вы несколько раз Упоминали президента Как вы считаете Путин Как-то Находит время Следить за этим? Вы как себе представляете Путина делать нечего Сидит только смотрит Как у Ефрема Делает Закончится Очень многие В социальных сетях Именно так и представляют Ну это глупость Я вас уверяю Вам честно говорю Я вижу его работу Если до него Доносили бы Как есть Вы знаете да еще Путин же рядом не стоит Что кто как расследует Я вас уверяю Он всегда примет Правильное решение Он не даст лично Разповод Что невинный человек сидел Я не хочу Из Ефремова Из дела Ефремова Потом мы сделали Знаете Раздули Что Вот это наша Вот нынешняя работа Меня жутко колбасит Ведется процесс Почему Другой стороне Можно задавать вопрос Оценочного характера Который Не имеет права Адвокат Такой вопрос задавать А когда касается До меня очередь Говорят Нет Снимается вопрос оценочный Я говорю Тогда зачем Ему разрешали Раздули Так ради пиара Раздули Так Что это Мало в день погибает Для людей Я понял вас Вы знаете Это банально Прозвучит Что все хотят Чтобы был справедливый Приговор Только все По разному Это понимают А вот что Определенно О чем мы можем С вами договориться Я все таки Хотел бы поймать вас На слове И взять с вас Обещание Что мы с вами Еще раз увидимся Найду время Ближайшее время Что нам ждать От Пашаева Я думаю На этой неделе Услышать То что я обещал В части На этой неделе Мы услышим То что нам Пообещал Пашаев Которому Огромное спасибо За визит В студию Канала Москва 24 Спасибо Спасибо Игорь Негода Спасибо